Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и я продолжаю рассказывать о мемориале Таля, проходящем в Москве. И сегодня мы посмотрим поединок экс-чемпиона мира Вишфнатана Ананда против участника турнира претендентов 2018 года Александра Грещука. Итак, Ананд один из немногих топовых гроссмейстеров, который верой и правдой служит ходу Е2-Е4, играет так практически всегда, но Ангрищук принимает сицилианскую защиту и готов к острой борьбе. Однако Ананд сворачивает в сравнительно спокойный вариант с ходом слом Б5. Грещук фианкетирует пока своего королевского слона. И Ананд немедленно разменивает слона на коня. В общем-то, типичный приют для экс-чемпиона мира, он часто играет очень конями. И вы видите, что белый играет, в общем-то, не особо потязательно. Черные спокойно заканчивают развитие. И, в общем, игра черных строится на том, что контролирует центральные поля в центре. В частности, поля в Д4 берут под контроль. Ну, последним ходом Грещук поставил пешку под боем. Ну, конечно же, Ананд здесь не мог выиграть пешку. Взять им на Е5, поскольку на это следует мощнейший контрудар комбит Е4. И следующим ходом черные отыгрывают фигуру и получают открытую позицию. Ну, а вы видите, что у черных два сильных слона. И в открытой позиции это, конечно, должно сказаться. Поэтому Ананд даже не думает брать пешку на Е5. Вместо этого он разменивает чернопольных слонов и готовит атаку на королевском фланге. Давайте посмотрим, как в дальнейшем развивалась борьба. Грещук защищает центральную пешку. Теперь уже белые всерьез грозили побить на Е5. И Ананд уходит в длинную сторону. Тем самым обозначая свои агрессивные намения на королевском фланге. В общем-то, соперник развивается довольно логично. Пошла обоюдные атаки на обоих флангах. Ананд надвигается на королевском. Грещук надвигается на ферзевом. Ананд делает профилактический ход королев на поле Б1. В общем-то, оба соперника играют максимально логично. Вот уже конь пошел поближе к черному королю. Ну, а Грещук продолжает надвигать пешки. Конь переходит на Ж3. Вообще, в этой позиции, если посмотреть оценку компьютера, то он уже оценивает ее чуть-чуть в пользу черных. И советует здесь сделать профилактический ход королев на поле Е8. Ну, для человека так играть немножко странно. Поскольку белые пока не создали каких-то серьезных прямых угроз. И поэтому Грещук делает более логичной человеческой точкой зрения ход. Он ставит ладью на полуоткрытую линию. Вводит ее в противостояние с белым слоном. И, по сути дела, вынуждает тем самым белых разменять слонов. Ну, Ананд ферзя уже перекидывает до атаки на черного короля. И ясно, что здесь белый готовы приступить к серьезному штурму позиции черного короля. Но не тут-то было не так просто взять штурмом эту крепость. Пока что Грещук защитил пешку на Е5. Ну, и после шаха конем ясно, что черные обязаны менять этого коня на слона. И вроде бы Ананд успевает вскрыть линию G и первым начинает атаку. Но оказывается, что атака эта не так сильна. Вначале черные делают зацепку на ферзевом фланге. Ну, и здесь возможны разные пути. Например, одна из основных идей черных заключается в том, что в какой-то момент пойти в С4. Можно было даже, наверное, сейчас сделать этот ход. С4, подорвать позицию белых в центре. И дальше попытаться ферзем проникнуть на черные поля. И поставить где-то тут мат в районе поля Б2. Но белые здесь немедленно не проигрывают. Они могут отступить ферзем назад, выгоняя черного ферзя. Ну, и в этой позиции у черных есть определенная компенсация за отсутствие пешки. Все-таки они потормозили атаку белых. И первыми начали свою атаку на королевском фланге. Точнее, на ферзевом фланге. Но Гаищук играет более спокойно. Он решает вначале максимально надежно защитить своего короля. Поэтому он отгоняет белого ферзя. Ферзь отступает на поле G3. Уводит короля с полуоткрытой линии. Но Аннет ясно пока ладьи сдваивает по линии G. И мы видим, что все черные фигуры пришли. Ну, не все, но вот ферзь пришел к защите. И, собственно, защитил все возможные поля вторжения. Дальнейшая атака за белых представляется довольно сложной. Но я смотрел эту позицию с компьютером. Стокфиш предлагает здесь вообще разменять ферзей ходом ферзь h4. И перейти вот в такой вот эндшпиль, где шансы сторон были бы равны. Позиция довольно закрытый характер носит. Ну, и ясно, что атака на королевском фланге здесь вряд ли понесет белым успех. Можно, конечно, попробовать сыграть более полинейно. Просто побить на G6 по этой позиции. И начать встраиваться тяжелыми фигурами по линии G. Но черные довольно просто защищаются от этих угроз. Вот белые строились. Ну, а черные защитили просто пешку G6. И не видно, как дальше могут усилить белое давление. Например, если сыграть конь h2. Сидея где-то конь G4. То черный ферзь просто отходит из-под этого удара. И опять же не видно, как здесь могут белые усилить давление. В то время как у черных есть вполне серьезные возможности атаки на ферзевом фланге, связанные с подрывом C5-C4. И вскрытие позиции таким образом белого короля. Ну, а Анант, как вы поняли, хотел атаковать именно на королевском фланге. Поэтому он отказывается от разбены ферзей. И играет h4. Надвигается к крайнюю пешку. В надежде где-то вскрыть позицию. Но этот ход, как вы понимаете, связан с жертвой пешки. Гаищук понимает эту жертву. И идея белых заключалась в том, чтобы пойти ферзев на поле h3. Теперь грозит взятие на f5. Ну, а в случае неосторожного взятия пешки е4, белые неожиданно объявляют шах конем с поля g5. Брать коня пешки нельзя из-за вскрытого шаха. И черные теряют ферзя, поэтому приходится отходить королем. Ну, и здесь конь забирает с темпом на е4. И в этой позиции, конечно, белые фигуры очень сильны. Они буквально разрывают позицию черного короля. Увидим, что и кони, и ферзь участвуют в атаке. И, в общем-то, черным здесь дорог хороший совет. Поэтому Грещук не идет на вскрытие позиции в центре. Он играет f4, сохраняя пешку и закрывая позицию на королевском фланге. Ну, и на самом деле в этой позиции у белых нету, по сути дела, достаточной компенсации за отсутствие пешки. Если посмотреть совет Стокфиша, то компьютер советует здесь сделать довольно странный абстрактный ход король на c1. Ну, человек, конечно, не способен делать такие ходы. Все-таки у белых есть открытая линия g. Все их фигуры переведены на королевский фланг. И поэтому Аннанд ищет свое счастье именно в атаке. Он ставит ладью на поле g5. Но здесь надо оговориться, что, конечно же, шаг конем на поле g5 ничего не давал. Черные совершенно не обязаны есть этого коня. Они могут просто отойти королем в угол. И после чего белые не могут создать ни одной угрозы. В то время как у черных все та же угроза где-то вскрыт позицию ходом c4 в логоприятной обстановке. Поэтому Аннанд отказывается от этой идеи. И ставит на g5 ладью. С идеей где-то сдвоиться ладьями по линии g и начать массированную атаку позиции черного короля. Но надо здесь отдать должное Гащаку. Он находит сильнейшее решение. Предлагает размен ферзей. Ну и здесь белые, по сути дела, вынуждены ставить ладью на поле f5. Тем самым уводя ее с открытой линии и препятствуя тому самому размену ферзей. Ну и в этой позиции у черных лишняя пешка. И, по сути дела, они имели огромное количество возможностей сохранить этот перевес. И в будущем играть именно на победу. Например, был ход f6, прикрывая поле g5 лишний раз. Был ход король h8 с идеей просто отойти королем заранее от какого-то возможного коневого шаха с поля g5. Ну или даже был некрасивый ход ладьи на поле h8. Ну, конечно, человек такие ходы, вряд ли, рассматривает. Но вот Стокфиш рекомендует ладью h8 с тем, чтобы заранее занять ладьей линию h и подготовиться к всевозможным жертвам со стороны белых. Ну а Гайщук сделал самый напрашивающийся ход, именно на который и рассчитывал индийский гроссмейстер. Мы видим, что белая ладья только что покинула открытую линию. И, естественно, черный немедленно занимает эту линию своей ладьей. Ход в высшей степени логичный, но тем не менее это является решающей ошибкой в партии. И именно на это рассчитывал Вишнатан Ананд. Итак, белый жертвует коня ходом конь g5. Это двойной удар на короля и на ферзя, поэтому бить коня необходимо просто. Ну и кажется, что вскрытие линии h ни к чему не приводит. Черный король просто отходит на поле g7 и атака затухает. Но здесь Ананд неожиданно приносит в жертву еще и ладью. Бьет пешку на f7. Теперь под боем черный ферз, поэтому брать ладью просто необходимо. И следует в смертельный вскрытый шаг. У короля по сути только одна клеточка, это поле g7. То же самое было бы, если король бы отошел на g6. И после ферз h6 российский гроссмейстер получает мат. Вот так вот эффектно Ананд заканчивает эту партию и выигрывает мимояу Таля. Прямой атакой жертвует двух фигур и матом одному из сильнейших российских гроссмейстеров. Ну а с вами был Евгений Шувалов. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилась данная партия. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить обзоры будущих партий.